МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Иерусалиме празднуется 70 лет от окончания Второй мировой войны. Для ветеранов остается все меньше и меньше. И на это мероприятие пришли их дети, их внуки и даже правнуки. Для меня этот праздник особенный, как и для многих тысяч людей, миллионов людей в мире и на нашей бывшей родине, здесь в государстве Израиля. Они воевали, они победили. Этому поколению положен низкий поклон. Это мы делаем сегодня в государстве Израиля, вчера в России, со всеми союзными республиками и странами. И пусть это поколение будет жить много-много лет. Во всяком случае, я им желаю еще много лет. В параде победы по улицам мира и нашего государства в частности. На этой фотографии мой отец, Израиль Фальвиш Муско, настоящий еврейский воин, который воевал против фашизма. Трижды был ранен, но выжил. И рядом с ним фотографии еще одного воина. Это мой сын, внук Израиля, который тоже был настоящим еврейским воином. И воевал за нашу родину Израиль во время Второй Ливанской войны. И погиб в бою под деревней Дебель. Он был парамедикм 101-го десантного батальона. В Израиле мы не празднуем только конец Второй мировой войны. Это также конец катастрофы. Это также конец Холокоста. Мы помним павших. Мы помним жертвы. И думаем об этом, что еще битва за Израиль не закончена. Бенемин Нетаньягу создал самое правое правительство в истории Израиля, от которого в США и в Евросоюзе ждут только новых осложнений. Так комментирует Reuters завершение коалиционных переговоров о создании 34-го правительства Израиля. Корреспондент информационного агентства Люк Бейкер передает, что помимо расширения строительства поселения от нового кабинета Бенемина Нетаньягу, ожидают и антидемократических инициатив в юридической и социальной сфере. Эти опасения связывают с партией Беннета, которую Reuters называет крайне правой и ультра-националистической. И особенно с назначением на пост министра юстиции Айелет Шакет. Президент Израиля Рувен Ривлин впервые после своего избрания на пост главы еврейского государства высказал в интервью зарубежному изданию свое мнение относительно раздела Эрец Исраил и создания в Юдеи и Самаре палестинского государства. В интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung Ривлин констатировал, что палестинское государство будет представлять угрозу существованию Израиля. Президент Израиля также упрекнул западных политиков в том, что не пытаются навязать решения о двух государствах. По его словам, друзья должны понять, где прочерчены для Израиля красные линии, чтобы страна могла защищаться. В качестве альтернативы Ривлин предложил создание федеративного государства, в состав которого входили бы Юдея и Самария. Ривлин также констатировал, что у палестинцев нет никакого интереса в мирном урегулировании с Израилем. В понедельник 11 мая в Кнессете пройдет голосование по внесению поправки в закон о правительстве, которое предполагает увеличение числа министров в правительстве с 18 до 20. Изначально планировалось, что правительство будет расширено до 22 министров. Предполагается, что премьер-министр Бенемин Нетаньягу начнет распределять министерские портфели среди депутатов Ликуда сразу же после голосования. Уже известно, что Мушей Ялон и Израил Кац сохранят за собой посты министра обороны и министра транспорта соответственно. Министерство иностранных дел пока возглавит Нетаньягу, как и Министерство связи. Еще 10 портфелей распределены между партнерами Ликуда по коалиции. Таким образом, без учета расширения Кабмина вакантными остаются 4 места. Напомним, ранее лидер Ешатид Яйр Лапид пообещал не допустить увеличения числа министерств, назвав это грабежом среди белого дня. Он также пригрозил, что в противном случае обратиться в Верховный суд. Исторический экскурс май 2002 года. В выступлении в Центральном комитете Ликуда Нетаньягу сказал, «Самая большая ошибка, которую только можно совершить, это обещание величайшего приза палестинскому терроризму – создание их собственного независимого государства. Она потребует все полномочия государства, такие как контроль границ, ввоз оружия, контроль воздушного пространства и способность сбивать любой израильский самолет, который зайдет на его территорию. Способность подписывать мирные договоры и военные союзы с другими странами. Как только вы дадите им государство, вы предоставите им все эти вещи, даже если будет существовать договор противоположного содержания. Нам не нужно думать о том, что международное сообщество не соглашается с нами по этому вопросу. Предвидело ли международное сообщество Холокост? Если да, то сделало ли оно хоть что-нибудь? Это были новости из Израиля. С вами был Альберт Векслер. Пишите нам ваши вопросы и пожелания по адресу на экране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова